Музыка 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 Ну и думаю, вступление получилось у нас слишком затянутым, поэтому мы, наверное, перейдем к делу. Сегодня я вам хочу рассказать о японском гербе. Но прежде чем мы начнем, как всегда, подпишись на канал, если ты впервые, тут тыкни на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Оставить этому видео большой палец вверх или нет, ты решишь в конце видео. Ну а мы начинаем. Одним из символов государства традиционно считается герб. Однако Япония является исключением из этого правила. Официального государственного герба Японии просто не существует. Это объясняется разными факторами. Но первая причина в том, что рыцарские традиции средневековой Европы были неизвестны в Японии вплоть до половины XIX века. Однако в Японии с давних времен существует символ, который выполнял ту же функцию, что и герб в европейских странах. Является официальным знаком правящего рода. Это цветок хризантемы, который является эмблемой императорского дома. Точнее сказать, 16-ти лепестковой хризантемы с двойным рядом. Официальное название такого цветка – кикуманосио. Его часто называют государственным гербом в страны восходящего солнца. История символа. Император Готоба, правитель периода Камакура, был большим любителем цветков хризантемы и стал использовать их изображения в качестве собственной печати. Эту традицию продолжили другие императоры периода Камакура. И таким образом, по молчаливому согласию правителей, хризантема получила статус священного символа императорского рода. Официально 16-ти лепестковая хризантема была признана гербом правящего императорского дома в 1869 году приказом правительства Мэйдзи. А в 1871 году был издан указ, закрепивший привилегию императорского дома на использование символа, а лицам, не принадлежащим к императорскому роду, строго запрещалось пользоваться им. Сейчас этот запрет снят. Во время Второй мировой войны хризантема активно использовалась как символ Великой Японской империи. Ее прикрепляли к носу военных кораблей. Символика. Хризантема, завезенная из Китая в Японию, стала символом счастья и мудрости. Также древние японцы нередко ассоциировали этот яркий, пышащий силой и энергией цветок с солнцем. Одна из многочисленных легенд об основании Японии связана с хризантемами. В древние времена в Китае правил жестокий император. Ему сообщили, что на одном из ближайших оздоровов есть растение хризантемы и сока которой можно приготовить жизненный. Но сорвать цветок может лишь человек с чистым сердцем и добрыми намерениями. Император и его придворные были людьми грешными и именно поэтому было решено отправить на остров 300 молодых и непорочных юношей и девушек, которые не вернулись к жестокому императору. Очарованные природой острова они основали новое государство Японии. Хризантема в жизни современной Японии После войны запрет на использование хризантемы не членами императорской фамилии был снят. Сейчас символичное изображение этого цветка используется в дипломатических учреждениях Японии, находящихся за границей, посольствах или консульствах. Орден хризантемы является высшей государственной наградой страны. Изображение 16-лепестковой хризантемы, правда с одним рядом, напечатано на обложке заграничных паспортов японцев. Ну что ж, а на этом у нас всё. И у нас, как всегда, перед окончанием японские словечки. Иероглифы высвечиваются, должны высветиться были. И это слово читается как «сэйянара». Перевод «прощай». Давайте с вами повторим медленно. «Сэйянара». «Прощай». Ну и для закрепления, как всегда. «Сэйянара». Ну что ж, а на этом всё. Надеюсь, тебе это видео понравилось и ты поставил большой палец вверх. Ну и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...